Девушки отдыхают 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 наплыв импортных продуктов на наши рынки, выбил из колеи производителей нашего старого мороженого, оно стало неконкурентное. Почему? То мороженое импортное было красивое, ярко упакованное. И плюс оно еще было намного дешевле. А почему то мороженое заграничное было дешевле, хотя издалека привезено? Потому что оно было сделано по специальным современным технологиям, где животный жир был заменен растительным жиром, и в нем присутствовали искусственные ароматизаторы. И мы, как потребители, поддались на этот обман. Да. И в итоге наши производители переняли эти технологии и стали выпускать, в принципе, такое же мороженое. Если раньше мороженое можно было пересчитать по пальцам, то на данный момент его более 300 видов. А есть ли среди этого многообразия настоящее натуральное мороженое? Вот как раньше в Советском Союзе? Конечно же есть. А как его определить? На что следует обратить внимание? Самое главное – на упаковку. Не прочитая упаковки, мы не будем знать, что там все-таки внутри, из чего это мороженое сделано. В составе должен быть написан сливки, масло, но ни в коем случае растительный жир. Если есть растительные жиры или загустители, это уже мороженое с комбинированным составом. Второе, на что обращаем внимание – документ, по которому это мороженое произведено. А это должно быть тоже указано на упаковке, да? Конечно. На упаковке может быть написано ДСТУ или же ТУ. ДСТУ – это документ, утвержденный государством, а ТУ – это документ, разработанный самим предприятием. Там могут скрываться уже некие подводные камни. Из чего хочу, из того и делаю мороженое. Конечно. То есть выбирать ДСТУ. Да, если мы хотим купить именно настоящее мороженое. Хорошо. Мы купили это мороженое, принесли его домой и хотим убедиться, хорошее это мороженое или нет. Самый главный метод проверки – это таяние мороженого. Да ты что, просто дать ему растаять? Нормальное мороженое должно таять при комнатной температуре в течение 15-20 минут. А почему оно так долго тает? Хорошее мороженое в себе содержит большое количество жира и малое количество воды. Оно таять будет очень медленно, вот как масло. Настоящее масло, которое раньше достанешь из холодильника, оно целый день пролежит, а все еще сохраняет форму. Если же это мороженое в течение 10 минут где-то уже дало потеки воды, то можно говорить о том, что это уже не настоящее мороженое. Можем даже сравнить. Один вариант, второй вариант. Это мороженое уже с количеством влаги. Тут прямо видно, что мороженое тает, из него выделяется вода и остается какая-то пенка. Да. То есть это мороженое неправильно. И оно еще намного белее, чем это мороженое. Это свидетельствует о его ненатуральности, о присутствии растительных жиров. Ага, должен быть такой слегка молочный сливочный цвет. А вот это мороженое растаяло равномерно, как бы превратилось в такую пышную пену. Это хорошее мороженое. Еще один маленький нюанс. Можем растереть мороженое на пальцах. То есть берем... Растаявшее уже? Да, растаявшее. И мы почувствуем, что это более жирное. Ну да, это как будто бы масло. А это более водянистое будет у нас. А ну-ка. А это действительно ничего как будто и не остается на пальце. Еще один забавный факт. Я взял упаковку самого дешевого мороженого и прочитал его состав. После я зашел в отдел косметики и взял один интересный продукт. Какой-то тюбик. Крем для ног. Крем для ног, да. Как ни странно, состав был похож. Ничего себе. Я бы никогда не подумала, что мороженое и крем для ног имеют между собой что-то общее. Как-то здесь содержится пальмовое и кокосовое масло, так и в креме для ног, как ты видишь, тоже содержится пальмовое и кокосовое масло. Таким образом, мы раз и навсегда должны уяснить, что если на упаковке мороженого написано пальмовое и кокосовое масло, то нам, а тем более нашим детям, лучше этот продукт не употреблять. Слушай, а вот я еще люблю мороженое на палочке из кимо, как раньше было, помнишь, по 22 копейки. Вкуснятина и, по-моему, совершенно натуральное. Действительно, это мороженое натуральное, но есть тоже некоторые нюансы, на которые следует обращать внимание. Глазурь дает как кусовой эффект, так и блокирует доступ воздуха к самому мороженому и продлевает ему срок годности. А в чем тут может быть проблема? Мы должны обратить внимание на то, как тает глазурь. Если глазурь тает равномерно с начинкой, значит мороженое качественное и глазурь качественная. Почему? В этой глазури содержатся натуральные жиры, не растительные, а животные. А другое мороженое будет таять начинкой вначале, а потом будет только таять через время глазурь. Вот смотри. Так. Здесь мороженое растаяло и уже отделилась влага. Тут видно, что и мороженое раньше растаяло, и в мороженом-то вода есть. Значит, мороженое не настоящее. А это мороженое, как мы видим, глазурь растаяла вместе с мороженым. Влага не отделилась. То есть это мороженое намного лучше, чем это. К тому же оно шоколадное внутри, а я люблю шоколадное мороженое. А детям еще очень нравится летом так называемый фруктовый лед или замороженные соки Это замороженные соки или что-то другое? Замороженные соки, которые мы приготовили сами, это действительно замороженные соки А то, что мы можем купить в упаковке, может быть натуральный сок, а может быть периодическая таблица Менделеева При выборе замороженного сока также обращаем внимание на этикетку Если мы видим там большое количество Е-ингредиентов, а также вода, сахарные сиропы, глюкозы Это искусственно созданный продукт А какие надписи на упаковке с замороженным соком должны особенно насторожить нас? Первое это красители, консерванты ни в коем случае, различные загустители Это может быть даже вредно для здоровья, да? Особенно для детей, которые могут в большом количестве употреблять этот замороженный сок в летнее время Что будет написано на упаковке с натуральным соком замороженным? Основные ингредиенты это плодово-ягодное пюре и сахарный сироп Вот что нужно искать на упаковке с качественным фруктовым мороженым Имеет ли значение, в каком порядке указаны эти компоненты? Конечно имеет Все ингредиенты, содержащиеся в продукте, написаны на этикетке по убыванию Большее количество продукта находится на первом месте, все остальное находится дальше по убыванию Значит, если на первом месте какой-нибудь краситель, то дальше можно и не читать Это не мороженое, да, это сплошной химикат А по внешнему виду мы можем определить его натуральность? Первое, на что следует обратить внимание, это на цвет Яркий кислотный цвет, в природе мало существует таких цветов Это мороженое, сделанное из концентрата или из восстановленного порошка Плюс добавлен краситель, ароматизатор, сахар Ну и запах, понятно Откровенно говоря, красителем Парфюмерия Как дальше? А это? Глядя на этот продукт, можем сказать, что он намного натуральнее, чем предыдущий продукт Потому что в нем видно некая структура, запах и цвет ближе к нашим фруктам и ягодам Похоже на ягодное пюре? Да Перед тем, как прийти к тебе в гости, поставили в стаканчиках мороженое, чтобы во время нашего разговора оно постепенно таяло И мы с тобой можем даже посмотреть, какое мороженое здесь натуральное, какое ненатуральное А ну-ка я попробую определить, я же уже все знаю Вот это мороженое, на мой взгляд, ненатуральное, потому что здесь и вода образовалась, когда оно таяло И у него какая-то странная неравномерная форма, просто осело, да и все А это мороженое держится, то есть это хороший продукт Который можно есть и взрослым, и детям Сто процентов Итак, подведем итог Мы пришли в супермаркет, решили выбрать мороженое На что следует обратить внимание? Первое, упаковка Если содержатся настоящие ингредиенты, такие как масло, молоко, сливки, мороженое настоящее Если содержатся растительные жиры, это мороженое уже ненастоящее На него мы внимания не обращаем Второе, берем упаковку в руки И если мы нащупываем, что мороженое внутри уже подтаяло или поменяло свою форму Мы это мороженое не покупаем Это говорит о том, что оно хранилось неправильно Бывают мороженое с прозрачными крышечками Если мы видим кристаллы льда, это уже некачественное мороженое Оно было повторно разморожено и заморожено Если упаковка надорвана, и мы видим уже части мороженого Мы тоже не покупаем это мороженое Потому что нарушение упаковки свидетельствует о некачественном продукте И также обращаем внимание на упаковку и смотрим, что на ней написано ТУ или ДСТУ Отдаем предпочтение мороженому, которое сделано по ДСТУ Спасибо, Андрей В следующий раз, когда ваш малыш или вы захотите мороженого, не торопитесь Вспомните советы, полученные сегодня от нашего эксперта И ваш выбор мороженого точно будет правильным И все будет доброе Несколько лет назад я с увлечением занялась степ-аэробикой Ну, по крайней мере, познала ее азы И представляете, за месяц похудела почти на 6 килограммов Сегодня очень хочется вспомнить о том, как это делать правильно И взять урок степ-аэробики у супертренера Аниты Луценко Аниточка, здравствуй, привет Ты пришла уже с приспособлением Да, степ-платформу можно купить в любом спортмагазине И стоит примерно он от 300 гривен Но смастерить степ можно и из подручных средств Из того, что попадется дома Это может быть и низенький диван И невысокая скамеечка, допустим И, например, вот такой вот подъемчик Какой-то в квартире может быть А какая высота должна быть степ-а? Высота может быть от 20 сантиметров и выше Чем выше, тем лучше Понятно Но тем и сложнее, естественно То есть, если я попытаюсь зашагнуть на диван, то это сработает лучше? Да И сложнее это будет, однозначно сложнее Главное, чтобы была устойчивая, да, какая-то поверхность Твердый диван Чем хороша вообще степ-аэробика? Степ-аэробика это фактически кардионагрузка Ей можно заменить беговую дорожку, велосипед, плавание Здесь больше всего работают ноги Но и руки мы тоже можем задействовать, добавляя какие-то красивые движения Давай Да Сейчас я покажу базовые шаги степ-аэробики Итак, самые важные моменты Мы всегда становимся так, чтобы пяточки были на степе И работаем без остановки Хорошо Начнем с положения рук правильного на поясе И заходим с правой ноги, и с правой ноги спускаемся Угу Как спинка должна в этот момент работать? Спинка, как всегда, у нас ровная, живот, как всегда, подтянутый Постепенно, где-то через минутку, вам должно начать становиться тепло Это наше первое движение и называется Basic Step Второе движение Мы делаем то же самое, только мы ставим ноги широко в стороны и опять спускаем вниз Этот шаг у нас называется V-Step И здесь важно, чтобы степ не поехал вперед То есть мы становимся сверху Если едет, значит, я неправильно делаю, да? Да, значит, ты филонишь Слушай, а у меня едет по чуть-чуть Ну, сама делай выводы, пока я не подошла, да? И следующий шаг – это мамба Левая нога остается на месте, а правая ножка ходит вперед-назад Ножку сильно не поднимаем над полом, топчемся на полу и попробовали, добавили бедро Вправо, 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 чуть-чуть больше, Надюша Можно добавить руки, например, вверх и вниз И какие мышцы работают во время этого упражнения? Главное, какая мышца у нас работает – это сердечная Ага У нас все время в размеренном темпе работает сердце, немножечко ускорено И таким образом мы все время сжигаем жиры И это гораздо интереснее, чем бег обычно Следующее упражнение – это колено Вверх колено Мы все время меняем одну другую ногу и подтягиваем коленка как можно выше Попробуем дотронуться коленом до локтя Вверх всегда мы выполняем выдох Сделай громче И сейчас мы снова вспомним наше первое упражнение Basic степ Basic делаем 8 раз Вообще, как правило, степ аэробика длится час Поэтому дома можно выбрать передачу «Все будут добры» И в течение этой передачи выполнять эти несколько упражнений Второй час что будем делать после степ аэробики? Упражнение на попу, потом упражнение на руки Анита уже стольком у нас научила, что на 2 часа точно хватит Второе упражнение – вестеп Какие мышцы работают? Работают все мышцы ног, работают мышцы пресса Если мы добавим руки, то, естественно, будут работать еще и руки Активно работает дыхательная система, сердечная Так, шаги колена Раз, колено Умничка, у тебя отличная координация Естественно, степ аэробика сложнее, чем обычный бег Из-за того, что приходится все время согласовывать движения рук, ног Но это очень весело, особенно если Анита учит И остаемся сделать три колена подряд Раз, два, три Поменяли другая Раз, два, три Чуть-чуть еще поменяем Я прям вспоминаю, как это было Раз, два, три Три, отлично еще Можем еще сделать такой вариант Отведем ногу назад Есть Становимся ноги пошире, делаем глубокий вдох И сбросили всю усталость, вниз, выдох Недолго отдохнули И сделали все то же самое на левую ногу Напомни нам, пожалуйста, плюсы степ аэробики Однозначно плюсом степ аэробики является то, что у нас все время очень хорошо задействованы мышцы ног И это достаточно низкая интенсивность, которая помогает сжигать жиры А не слишком накачивать эти мышцы, да? Нет, ноги мы ни в коем случае не накачаем Могут немножечко увеличиваться в размере икроножные мышцы, но незначительно Это всем на пользу Да Но не забывайте, что к степ аэробике обязательно следует добавить упражнения для мышц пресса, рук и ног Иначе все на смарку? Нет, не на смарку, но так будет лучше, поверьте мне Спасибо, моя дорогая Выделите три раза в неделю для того, чтобы заняться степ аэробикой Это весело и чрезвычайно полезно для ног, для сердца, для всего организма Далее в таком же отличном настроении давайте прислушаемся к советам нашего персонального тренера Игоря Абуховского Здравствуйте, мы снова с вами вместе И сегодня мы поговорим о ходьбе Я не устаю напоминать о важности ходьбы в процессе похудения Но многие не воспринимают ее всерьез И напрасно Ведь ежедневные пешие прогулки не только сделают вас тройнее, но и укрепят сердце, спину и снизят уровень холестерина в крови К тому же для занятия ходьбой не нужно прилагать титанических усилий Нужно всего лишь оторваться от телевизора или компьютера, встать с дивана и просто выйти на прогулку Чем выше темп ходьбы, тем больше сжигается калорий Выберите для себя оптимальную дистанцию, которая вам под силом Ведь ходьба должна доставлять удовольствие и наполнять вас энергией, а не наоборот Начинающим будет непривычно ходить в никуда Поэтому в те места, которые вы обычно подъезжаете одну-две остановки, начинайте ходить пешком Со временем вы привыкнете и смело сможете наматывать круги на стадионе Чтобы быть в отличной форме, нужно ежедневно ходить по 45 минут пешком Каждый пройденный километр — это минус 100 калорий Начните свою прогулку с медленного шага Первые 5 минут идите в спокойном темпе, следующие 40 — в энергичном Представьте, что вы опаздываете на работу Вот так и ходите Идеальное время для ходьбы — утром после легкого завтрака или вечером за 2 часа до сна Но если вы хотите быстрее похудеть, то прогуливайтесь натощак Так легче сжигаются жары И не забывайте пить воду За время всей вашей прогулки вы должны выпить пол-литра Это необходимо, чтобы избежать обезвоживания Поскольку организм теряет много жидкости Сделайте ходьбу своей хорошей привычкой А теперь самое время переходить к нашим упражнениям Напоминаю, что на этой неделе мы делаем наши бедра подтянутыми Первое упражнение — это комбинация двух Выпады и отведения в сторону Делая вдох, шагните правой ногой назад Изгибая ноги в коленях, опуститесь вниз На выдохе вернитесь в исходное положение И отведите левую ногу в сторону Сделайте эту комбинацию 15 раз влево и 15 раз справа И так три подхода Затем серия прыжков Ноги врозь, ноги вместе И так одна минута Это упражнение уж точно уберет жировые отложения на ваших бедрах Отдохните минуту и повторите еще одну серию В течение минуты прыжки ноги врозь, ноги вместе Сегодня я замучаю вас выпадами, потому что это самые эффективные упражнения для ваших бедер Следующее упражнение — выпады в сторону Шагаем правой ногой в сторону И сгибая ногу, наклоняемся вперед Возвращаемся в исходное положение И то же самое делаем влево И так по 15 раз Вправо и влево Это действительно очень мощное упражнение Сделав три подхода по 15 раз, вы сами это почувствуете Дальше мы повторяем два подхода по минуте наши прыжки Это был комплекс ряды Сделайте его сегодня вместе с комплексами понедельника и вторника Прикладывайте максимум усилий для достижения нашей цели До завтра Моя подруга недавно отдыхала в Париже Уже здорово, правда? Но она мне рассказывала еще об одном совершенно волшебном французском десерте От которого в восторге и она, и все гости этого города влюбленных Знаете, сегодня мы научимся готовить этот парижский рецепт А учить нас будет гениальный шеф-повар Ектор Что же это за волшебный парижский рецепт? Это мой любимый десерт «Мильфейл» З французского это означает «1000 шарей тесто» Зрозуміло, что 1000 мы не сделаем, а от 4 будет достаточно Для початку возьмем пів литра цельного молока, адже воно найкориснейшее, особливо для молодости нашої шкири Бачите, цей десерт будет не только вкусным, а и корисным И додамо ваниль Саме так начинается классический заварный крем, с которым готуют майже все вышуканые французские десерты Но это еще не все, мы перетворимый заварный крем в муслин З французского это означает «сумеш заварного крема и сбитых вершков» Поверьте, это будет найнижнейший, найлегший крем, который вы когда-нибудь коштовали Для этого обязательно возьмите вершки с 30% жирности Допоможите мне почистить полонницу от листочков, а потом мы ее порежем на окол Саме так, чудово Вершки сбиваем доти, доки они не станут ось такими пухкими И зауважьте, мы не додавали сюда ніякого цукру Нам нужны лишь сбитые вершки Если вы сбиваете их уже достаточно долго, а они начинают нагреваться, поставьте их на людяную баню А наши вершки уже сбитые, час им постоять в холодильнике Наше молоко уже подогрилося, но обязательно контролируйте, что оно не перегрилося А в этой мисочке мы смешаем 300 граммов цукру и свежо вичевлений апельсиновый сик Борошно, одну склянку А тим часом на маленькій сковорідці почнемо розтоплювати масло Тут его десь пів склянки Цукор и сик начинаем смешивать Мы получаем так звание туи Это классическое, очень тонкое печиво в Франции И саме это тонесенькое печиво станет шарами в нашем десерте Бачишь, как легко все смешалося А теперь додаем еще больше витаминов Цедру апельсина И очень приятно, потому что такой аромат и очень красивый цвет А вы можете делать это печиво и без апельсиновой шкири Тоді у вас войдет классичный туи И одновременно не забывайте пильнувать масло Воно має розтопиться, но не нагреться Тому его нужно вчасно сняти с плиты Допоможешь мне? А тем временем подготовимся к випеканию Скажу вам, лучше деку – тефлоновое Но можно взять и специальные силиконовые пластинки для випекания У них дві переваги – их очень просто мити, и печиво до них не клеится Но мы без пластин боремся Капнемо на деку трешки олії И начинаем размазывать его руками по поверхности Теперь посыплемо еще борошном Пригадуйте, мы уже таке делали Завдяки этому мы сможем легко снять печиво из дека Теперь вливаю в мою миску розтоплене масло Одразу все? Одразу все Не шкодуй, побачишь, наше печиво вийде таким ніжним на смак Добре, смішуємо И стежте Має вийти не просто рідина, а така тягуча суміш Как карамель Такий эффект має цукор та борошно Якщо ми бачимо, що суміш зарядка, а наша суміш справді рідкувата Нас врятує борошно От зараз вийшло те, що треба Дякую за масло І зараз ми починаємо робити щось схоже на млинці Але насправді це дуже тонке печиво Викладена суміш має бути прозорою Щоб через неї аж деко просвічувалося Викладаємо І трішки розмазуємо такими коловими рухами Все робимо дуже обережно Це майже ювелірна робота І велике прохання від мене Коли розмашчуєте суміш, не давіть на неї ложкою Все робіть дуже легко і акуратно У духову піч ставимо це печиво лише на 4 хвилини Зауважте Вони мають стати золотистими навколо Але водночас не мають бути сирими всередині Я раджу вам увімкнути світло Що ви могли побачити, коли краї печива позолотяться А ми продовжуємо працювати над нашим вишуканим французьким десертом Беремо цукор То як завжди про все здогадалася Ми продовжуємо готувати заварний крем Сюди покладемо 6 жовтків Висиплемо цукор Десь 120 грамів І ще 60 грамів борошна І стільки ж крахмалю І ретельно змішуємо Наголошую Інгредієнти треба змішати дуже добре Не зважайте, що суміш виходить як тісто Давіть і змішуйте далі А ну глянемо, як там наше печиво Вже час виймати Тончайше печене Так, дуже тонким А тепер небезпечний процес Дуже обережно відділяємо від деко Поглянь, вони вийшли ідеальними А тепер до теплого молока Починаємо додавати суміш жовтків Цукру, борошна та крахмалю Додаємо поступово І ретельно змішуємо Щоб крем вийшов однорідним А як же А тепер все це ставимо знову на плиту Будьте пильними Контролюйте температуру І обов'язково постійно помішуйте Щоб крем не підгорів І якщо ви взяли для цього віночок То не розтираєте крем по стінках посудини Можете взяти дерев'яну ложку Тоді просто помішуйте Думаю, ви вже зрозуміли, що з заварним кремом Треба поводитися дуже і дуже делікатно Зрештою, у нас сьогодні Весь десерт такий Дуже витончений Крем мусить покипіти Бо тільки так в ньому Зникне присмак борошна та крахмалю Когда я вважаю, що вже закипів крем І він потихоньку кипить І скільки мені треба його кипятити? Приблизно 5-8 хвилин 8 хвилин – це максимум І все время мішаю, мішаю, мішаю Обов'язково Бачу, в кремі з'явилося кілька грудочок Якщо у вас вдома теж таке станеться Робіть, як ми Процедіть його через сито Таким чином ваш крем стане бездоганним Погляньте, не залишилося жодної грудочки Наш заварний крем вже готовий Я його перельлю в меншу посудину І поставлю охолоджуватися в холодильник І наші печенюшки туїль теж остивають, так? Так, і печиво теж Дивись, у нас вийшов чудовий крем А ти так хвилювалася Слухайте, а є ще один секрет Перед тим, як ставити крем в холодильник Не накривайте просто посудину плівкою Спочатку її відріжте І накрити сам крем Так на ньому не утвориться такий товстий і затверділий шар Який просто переведе продукт А я, звісно, цього не хочу Тепер візьмемо трішки цукру І зробимо те, що називається кулі Ми спекли туїль Ми зробили заварний крем Збили вершки А тепер зробимо ще й кулі І це дуже просто Нам знадобиться трішки цукру Кинемо кілька ягід малини Та полониці І все це подрібнемо Все Наш кулі готовий Він є дуже популярним соусом для десертів Хоч це всього-навсього пюре з фруктів Але скільки в ньому смаку та користь Хороший кровообіг та струнка фігура вам забезпечені Смотри, скільки всього Туїль, кулі, заварний крем, взбиті сливки І це ще не все Це ще далеко не все У нас ще має бути морозиво Але я вас втішу Морозиво ми готувати не будемо Візьмемо готове Ми позбулися від кісточок малини Тепер наш соус смакуватиме ще краще І нарешті починаємо робити Ніжний крем муслін Для цього змішаємо збиті вершки І заварний крем, який вже готовий Кладемо крем Крем і вершки змішуємо у пропорції один до одного І починаємо наче обгортати одну суміш іншою Бачиш, новий крем стає дуже повітряним і ніжним Наш муслін Тепер відставимо І пофантазуємо над презентацією Вибирай малинку, яка тобі подобається Та викладай її А ти вибираєш саму красиву клубнику? Ну що ж, приступимо? Ось іменно хочеться робити це в повній тишині Це як волшебство Це вже готовий десерт Нет, все только начинається Це просто якась ювелирна робота Недаром Ектер называє кулинарию іскусством І ми цьому високому іскусству учимся у мене на кухні Четвертый На цей раз ми взяли готове морожене А ложки ти смачиваєш в воді, да? Чуть-чуть Трешки Ну так Ще одне іскусство Так Ух Вуаля Вуаля Ну це ж невозможно їсти Це слишком красиво Та не вже Ось який він Мільфей До речі, в Австралії щороку змигаються за звання майстра найкращого Мільфея Бачите цей десерт і смачний, і корисний А все просто Тонке печиво, ніжний крем, корисні ягоди і трішки морозива Ми ще в кухарі дуже багато зусиль вкладаємо в презентацію страт Але хочемо, щоб наші клієнти просто їли та насолоджувалися Так що можеш розвалити цей десерт, як тобі хочеться На опіл, по шарах, на частинки Будь ласка А чому я? Я вже куштував його А це я так постарався спеціально для тебе Давай, Тоді, у двох А-а-а Ммм Ты знаешь, мені кажучи, в принципі, і цього вже достатньо для того, щоб це було дуже вкусно Я стала немного смеліе Прощай, красота! Ммм Ектор Я благодарна тебе за этот праздник, который ты устроил на нашей кухне І я предлагаю вам приготовить это, потому что это возможно Ми этому сегодня научились Ізысканний парижський десерт Мельпинь состоит всего из нескольких ингредиентов Сахарную пудру, сок і цедру апельсина Размешать с мукою і розмягченним сливочним маслом Противень смазати оливковим маслом Посыпати мукой Ізлишнюю муку ссыпати І випекати тюїль при температурі 220 градусів на протяжении 4-х минут Для приготовления заварного крема Возьмите молоко, подогрейте його вместе с палочками ванилі Взбейте сахарную пудру с яичними желтками, мукой, крахмалом і густыми сливками Эту массу добавлять, перемешивая постоянно, в молоко Крем готов, його нужно охладить Взбейте густые сливки Перемешайте с заварным охлаждённым кремом Используйте малину і клубнику для украшення цього десерта Я уверена, от вкуса Мельфиль ви будете в восторге Оставайтесь у меня в гостях Дальше ещё много интересного Эта летня жара просто спать не даёт по ночам Кондиционер, как говорят врачи, может плохо повлиять на наше здоровье А вентилятора, согласитесь, не всегда хватает Неужели нет способа бороться с жарой? Я вместе со своим другом Тарасом Шпирой решила это выяснить Мы испробуем на себе некоторые альтернативные методы борьбы с летней жарой Тарас, здравствуй! Привет, Тойка! Тебе не жарко? Ты знаешь, у тебя дома хорошо и прохладно Но вот на улице невыносимо Особенно тяжело, когда укладываешься спать И чувствуешь, что сон будет беспокойным Всё из-за жары Моя подруга себе вот для этого летнего жаркого сезона Купила такую подушечку с гречневой шелухой Говорит, что на ней спать не жарко Ты знаешь, я изучал этот вопрос Строение шелухи гречневой Это такие разные спиральки, пирамидки И благодаря этому воздух легко циркулирует И охлаждает нашу голову Голова не потеет И нет вот этого дискомфорта Значит, получается, что этот способ Хоть чуть-чуть, но работает Это очень хороший вариант А что еще будем испытывать? Ты знаешь, я изучил пять самых популярных методов Которые предлагают в интернете Для охлаждения перед сном И каждый из них предлагаю протестировать На мне? Ну, а на комнате Итак, способ номер один Мне кажется, он действительно работает Объясняю почему Мы берем водичку Так Берем ментоловое масло Да, или мятное масло Это эфирное масло, которое можно купить в аптеке? Конечно Открываем его Так Какой аромат сразу Мне нравится Так Вот это свежесть мятная Мне кажется, я уже сразу чуть-чуть прохладу почувствовала Вот, согласись А что надо делать? А теперь водичку капаем Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь капелек Вот так Если такое количество воды, то семь капель А если у меня целый тазик? Побольше можно добавить На самом деле, не жалейте В чем суть? Ментол обладает охлаждающим эффектом И когда мы расставляем вот такие сосуды с водой по квартире Получаем такой, во-первых, приятный аромат А во-вторых, легкую и такую ненавязчивую прохладу Вообще-то я удивлена, но на самом деле Это, по-моему, действует Потому что, когда эфирное масло долетает до меня У меня такое ощущение, что поверхность моего тела охлаждается Класс! Этот способ работает Для того, чтобы поговорить о способе номер два Мне нужно в морозилку смотаться Я тебя отпускаю А пока тут буду наслаждаться эфирным маслом А вот и я Вернулся из морозилки Да, вот, как ты думаешь, что это? Дай Холодный носок И там внутри что-то лежит Можем развязать и посмотреть, что же лежит внутри Это второй способ, который очень активно рекомендуют в интернете для охлаждения Мы кладем в морозилку носочек, в котором находится Вуаля С закрытыми глазами Какая-то крупа А ну, достану чуть-чуть Давай, давай, чуть-чуть доставай Рис обычный Все дело в том, что рис гораздо дольше удерживает холод, чем лед, к примеру Да ты что? Он просто растает, а рис будет холодным длительный период Все, что рекомендуют в интернете, это приложить носочек к ногам на ночь Ну и чувствовать прохладу Готовы протестировать? Вот сейчас одеть этот носок и лечь спать? Ну, одевать я тебе не рекомендую, но вот как-то приложить, почувствовать, действительно ли охлаждает руки, как минимум Друзья, как вы думаете, работает? Да Да Смотри, мнение разделилось Так подожди, нужно ногу туда? Нет, ногу не нужно, просто приложить к ноге вот такие вот чулочки с рисом Ну я вот положила руку туда внутрь риса, действительно прохладно Охлаждает Ну как сказать, чтобы это вот охлаждало, я не знаю Причем мне кажется, если все время около ног ночью будет что-то холодное лежать, это не совсем полезно для здоровья Ну это четвертая позиция в общем рейтинге популярности Вот я тебя слушаю, а руку-то вынимать не хочется Не хочется? Не хочется Друзья, так и что-то в этом есть, как вы считаете? Попробовать можно Почему именно рис? Нельзя ли заменить действительно гречкой или какой-то другой круп? Это его свойство Из всех круп, которые предлагаются, рис максимально долго удерживает холод Рис в этот момент не портится? То есть его потом можно использовать для готовки? Ну, я думаю, да Ну тогда годится и этот способ Способ номер три Давай На мой взгляд, очень экстремальный, я расскажу суть и вместе с нашими зрителями сейчас все решим Ну тебе легко говорить, потому что все эксперименты сегодня на мне ставятся На тебе, да Смотри, ну во-первых, нужно взять пакет с водой и положить его в морозилку до момента, пока он не замерзнет Ну, приготовить большой кусок льда, можно дробленый и ты не поверишь, это нужно подложить под подушку Под одеяльник или легкое летнее одеяло мы кладем в морозилку на два часа И потом быстренько это все на себя и засыпать Да-да-да-да, как раз он будет прекрасен, ты готова протестировать? И я пойду на этот смелый эксперимент, давай заворачивай меня в холодное Проверить, раз уж мы решили это Давай аккуратненько так То есть это вот, это, это я в кровати так лежу Жара и вот так в холодильник замоталась и все Под головой еще у меня Ну не прям под головой, подушка, а потом под ней лед Ну это неуютно, как минимум И во-вторых, опять же, я боюсь, что такой перепад температур, извини, Тарас, я недолго, не на пользу здоровью Вот по крайней мере сыну своему, хоть он практически взрослый человек, я бы такого не посоветовала, побоялась бы, как заботливая мама Я считаю, что это будет не то, что охлаждение, это путь к болезни Даже когда говорят, пользоваться кондиционерами, выставляете их максимум на 7 градусов ниже, чем температура вообще воздуха вокруг Соответственно, если резкий перепад, это прямой путь к болезни 100% Что касается вот этого пакета со льдом под подушкой, он растает, и еще неизвестно, что получится Вдруг вода каким-то образом вытечет, это просто сплошные проблемы, спасибо, не надо Спасибо, не надо Итак, способ номер 4 Я не знаю, готова ли ты Каждый раз он спрашивает, Надя, готова ли ты, а потом просто заставляет Готова я, давай Берем носочек Берем пол-литра воды и добавляем в него 3 ложки уксуса И что я буду делать с этим? Сейчас расскажу Откровенно говоря, я бы не хотела, чтобы в моей без того жаркой квартире пахло еще и уксусом Но этот способ у нас идет достаточно на высокой позиции в интернете, но мне кажется, это абсолютно неэстетично Намочили носки и надели на себя Нужно проходить них всего-навсего час перед сном, и тогда прохлада, утверждают в интернете, вам гарантировано Лично у меня в семье есть очень веская причина не пользоваться этим способом Мой муж в детстве часто болел ангиной, и мама заботливо делала ему вот эти компрессы Против высокой температуры с уксусом Так что ничего подобного у меня в доме не будет Ну и, по-моему, это неэстетично Запах уксуса, мокрые носки на ногах Не годится И последний, пятый способ Предлагаю тебе пройти вот к нашей конструкции сюда А что это ты тут устроил? Смотри, это простыня, которую мы предварительно намочили Мокрая Да, мокрая простыня Остановись здесь Сейчас будешь чувствовать морской бриз Пятый метод, утверждают в интернете Это мокрая простыня, сзади которой активно дует мощный вентилятор Что прекрасно охлаждает вас во время сназа Ну давай попробуем Значит, на ночь я загораживаюсь вот этой мокрой простыней, включая вентилятор и сплю в прохладе Вот я как будто сплю И спишь, как в апрельскую ночь Давай Я включил вентилятор, он дует, влага испаряется И вот это вот ощущение холода, я думаю, ты должна испытывать это в данный момент Я бы не назвала это холодом, но это определенно приятная прохлада Значит, работает Да, ощущение, как будто с большой поверхности на меня равномерно распределяется прохлада Если я вот так закрою глаза, мне даже на секунду может показаться, что я на морском берегу А это ощущение, Тарас, я очень люблю и тебе за него благодарна Остается только спеть песню из кинофильма «Титаник» Слушай, а если мы вот этот эффективный способ, ментоловые ванночки, совместим с вот этим способом Мокрая простынь и вентилятор, у нас получится мокрая ментоловая простынь Это будет приятная освежающая прохлада Обязательно возьмите себе это на заметочку Спасибо тебе, Тарас Сегодня мы поставили на себе смелые эксперименты, чтобы выяснить, какие способы борьбы с жарой работают А дальше выбор за вами Оставайтесь у меня в гостях, впереди еще очень много интересного и полезного Я, как и большинство женщин, обожаю цветы Но, к сожалению, букеты, которые нам дарят, не всегда хранятся достаточно долго О том, как продлить жизнь срезанным цветам, сегодня расскажет наш эксперт Ольга Сеймор Олечка, что же делать с цветами? Начну я с моих любимых цветов, которые называются гладиолус Я их очень люблю, для меня это означает конец лета, начало осени Посмотрите, что происходит, когда мы срезаем наши цветы Раз Видите, как сдавливаются стенки стебля? Очень многие цветы выделяют сок, который в сочетании с воздухом закупоривает канальца, которые дают цветочку жизнь Более того, сдавливаются стенки, попадает воздух вот в этот кусочек И что получается? Мы ставим цветочек в вазу, а цветок быстро вянет в вазе, постоял день, да и все Что необходимо сделать? Когда вы взяли букет, постарайтесь ножницы не брать Я беру такую досточку деревянную и беру острый большой нож Мы приблизительно отступаем сантиметров 7 и срезаем ножом очень аккуратно, старая стебель, не сдавливая, режем То есть нож должен быть очень острый А кто любит гладиолусы? Посмотри, сколько людей сейчас узнали для себя полезное и важное Цветочки, которые у нас уже, возможно, не очень свежие, не жалей их, возьми и оторви их Потому что первый цветочек будет на себя водичку тянуть и не даст всем остальным бутончикам просто раскрыться Что еще интересного? Лишние листья, посмотрите, они даже отпадают и очень часто тоже на себя берут водичку Но еще что получается? Вода начинает гнить Да, к сожалению Не жалейте и лишние листья удаляйте И ставлю в вазу вот таким образом Для того, чтобы цветы стояли дольше, то, например, гладиолусы любят обычный активированный уголь Мы мелко измельчаем активированный уголь, ставим в прохладную водичку, тщательно размешиваем, оставляем А что же это дает? Какой эффект? Это дает то, что такие средства, они помогают не развиваться микробом и не гнить в воде Можно добавить чайную ложечку бурной кислоты на большую вазу Если у вас ваза небольшая, то добавьте половинку Гладиолусы очень любят большие вазы и большой объем воды И к тому же, если вы хотите, чтобы ваши цветы постояли дольше, меняйте воду через день Каждый раз подрезая немножко стебелечки И таким образом ваши цветы будут стоять очень-очень долго и будут вас очень долго радовать А скажи, пожалуйста, имеет значение, какую воду я беру? Вот я часто просто набираю воду из-под крана и ставлю туда букет Наверное, наша вода в кране, она не совсем благоприятная и неприятно ее пить У меня всегда на кухне стоит ботель кипяченой, отстойной, прохладной воды Которой я поливаю свои домашние растения И в том числе я их использую для того, чтобы ставить цветы в вазу Но есть еще одно средство, если надо немножечко цветы взбодрить Если долго стояли, чуть-чуть привяли То можно в прохладную воду их опустить полностью Например, в ванну или в тазик И подержать там минут 40, не больше часа Вытащить и поставить в теплое, комфортное, спокойное место И не на прямых солнечных лучах А я вот слышала, что не все цветы уживаются в одной вазе Это правда? Я знаю абсолютно точно, что такие цветы, как розы Они вообще очень капризные И они не уживаются не только с другими цветами Но даже очень часто разные сорта роз не любят друг дружку И они ссорятся Хотя розы прекрасно уживаются с лилиями Орхидеи очень капризные Ты знаешь, если мне дарят орхидеи В композиции с какими-то другими цветами То я беру и ставлю их отдельно Таким образом моя орхидея проживает Ну раза в полтора-два дольше, чем она прожила бы в букете Еще есть вот такие цветы Герберы Для меня это такой цветочек, который может ужиться Достаточно с разными цветами Ну вот с розой нет Ну например в каких-то букетах С ромашками, с хризантемами, горошками полевыми Вполне он живет Кстати, вот эта проволочка вокруг цветка Это не случайно? Это не случайно, потому что очень мягкий Очень нежный стебелек И когда гербер растет, его вот так вот фиксируют Потому что отчего он упадет У него очень длинный стебелек Он очень мягкий, очень подвижный И цветы как бы подвязывают, чтобы он головку держал ровно То есть эту проволочку убирать ни в коем случае не нужно, да? Кстати, вот этот цветок, как у нас Цветок подсолнуха является символом солнца и счастья На Востоке и в азиатских странах Гербер считается цветком счастья Жизнерадостной и солнечной Что мы делаем? Видишь, как темненько это все, да? Уже этот цветочек отгнил Вот стеблик гербера очень быстро гниют Вот если ты попробуешь стебелечек Видишь, он такой как слизистый Да, ну той частью, где он в воде находился Да, да Что для этого надо сделать, чтобы наши герберы поставили подольше? Острый нож Острый нож Расщеплять стебель здесь не получится Посмотри, какой он рыхленький Да, водянистый И вот уже у нас чистенький, вот аккуратненький такой, да? Вы наливаете теплую водичку, берете комнатной температуры И добавляете туда поваренной соли В каких пропорциях? На такую вазочку я добавляю 2 чайные ложечки И оставляете наши герберы в подсоленной теплой воде на 1 час Это такая реанимация для герберов, да? Герберы, они любят, чтобы их подрезали на чуть-чуть каждый день И водичку им меняли Ну, раз в 2 дня это просто минимум А лучше каждый день Когда ты принесла цветочки, мы их поставили сюда, да? И в соленой воде 40 минут час, пусть они постоят Потом вы берете комнатной температуры, отстоянную кипяченую воду И переставляете их в вазу Где они будут стоять, да? Где они будут стоять Следующий момент Орхидеи для меня это какая-то такая азиатская красавица Которая сидит под палантином, такая нежная и так далее Орхидеи действительно боятся холода, боятся жары, боятся сквозняков Она любит быть одна, уже у нас цветочек постоял, да? А стебель у нас уже не очень хороший Я по косой аккуратненько отрезаю сантиметров 5 Вот этот зелененький мы срезали, да? И какой вот этот вот некрасивый уже Он даже как камень Туда вода просто не пройдет И чем больше ветка, чем больше цветы, тем больше питания им необходимо Я как бы счищаю кожицу У нас поверхность, в которой будет водичка всасываться, да? В стебель, она у нас увеличивается Цветочки будут лучше питаться и дольше сохраняться у нас свежими Орхидеи мы ставим обязательно в тепленькую водичку Равно как и поливаем И, кстати, орхидеи фаленопсисы кипяченой теплой водой Можно добавить, ну, буквально половинку чайной ложки уксуса У нас есть хризантемы Они могут ставить очень долго, невероятно долго Но, конечно, потрудиться и подготовить их надо будет подольше Оборвите те листики, которые сломались, потемневшие И можем вот этот стебелечек вот так вот крестиком надрезать Ну, на сантиметра 2, наверное, на глубину И видишь, окунаются листы? Да Эти листики будут давать моментальную гниль Такая вот вода, которая начинает подгнивать, она очень вредна для здоровья Особенно для маленьких детей То есть мы не только цветы бережем Мы и о своем здоровье попутно заботимся, что тоже очень важно В такую воду можно истолочь, например, несколько таблеточек аспирина Так, а для чего мы добавляем аспирин? А мы добавляем аспирин для того, чтобы вода у нас так быстро Не цела Такой букет может простоять до двух недель завтра Отлично, и вода всегда будет оставаться свежей Большинство женщин больше всего любят розы У меня иногда розы могут стоять до трех недель Прелесть какая! Скорее научи, как это и нам сделать Значит, мы берем розочку Белые, светлые, желтые розы не любят вообще никаких добавок Но немножечко иногда лимонной кислоты чуть-чуть А красные, бордовые какие-то вот такие вот, да, розы Они любят, чтобы водичка немножко была послаще Ну, это буквально... Вот Меньше половины ложечки А я еще слышала, что и шипы тоже убирают именно для того, чтобы питался стебель Я еще делаю Вот я прям вот так вот потихонечку по поверхности всей, которая будет соприкасаться Которая будет стоять в воде Это будет очень хорошо Это будет хорошо, да? Да Но вот эта зачистка стебля именно там должна быть, где вода, да? Да, выше не должно быть Выше не должно, потому что стебелек засохнет, и ваша розочка очень быстро умрет Розы очень красивые, любят, когда одна выше, одна ниже, как истинные красавицы Великолепный букет из роз И что-то есть еще? И в завершении есть, конечно, цветок, который тоже не все женщины любят Почему-то у нас считают его... Потому что лилии иногда пахнут, очень резкий запах Лилии тоже любят подкисленную воду Тоже любят, чтобы их стебель расщепили, ну, на сантиметра 3-4 Более того, опять же таки, у лилии мы удаляем вот эти вот листики Подкислимаем воду лимонной кислотой Ну, на такую вазочку, 1-4 чайной ложечки Женщине очень приятно находиться среди букетов Сегодня мы узнали, как цветам продлить жизнь Я уверена, что вы все запомнили И последуйте советам наших экспертов Оставайтесь у меня в гостях, дальше еще очень много полезного Мой котенок уже потрос А домика или просто спального места у него до сих пор нет Поэтому сегодня я пригласила в гости мою подругу и хорошего ветеринара Олесю Ратушную Для того, чтобы выбрать домик для котенка Олеся, здравствуй Здравствуйте Спасибо, что пришла Ну, смотри, что наш дружок делает Обследуй домики Нужен ли котенку дом на самом деле? Как и каждому из нас с вами нужен Это его место для отдыха, его место для созерцания, для обдумывания проблем насущных Поэтому каждому кошачьему обязательно нужен домик Я бы рекомендовала, если позволяет и бюджет, и пространство в квартире иметь не один домик А сколько же котенку нужно дому? Ну, желательно по каждому месту, в каждой комнате, чтобы было Чтобы он мог найти свое место в каждой из комнат То есть ты предлагаешь в каждой из комнат поставить что-то из того, что сегодня принесла, да? В принципе, да А в чем различие вот этих вот видов домиков? Ну, кроме визуальных отличий, они еще и по функциональности, конечно, отличаются В первой модели представленное животное может отдыхать, созерцая окружающий мир Наблюдать за тем, как вы готовите, допустим, либо играетесь И приятно, и отдыхает он, но при этом еще и имеет возможность хорошо все осматривать То есть принципиальным здесь является хорошая видимость Второй домик у нас больше похож на дом, он имеет крышу, мягкое основание Здесь очень приятно поспать, когда он уже не хочет наблюдать за людьми И это место идеальное для уединения Чтобы ему там никто не мешал Абсолютно правильно Иногда крытые домики коты используют для охоты Они там могут затаиться, высмотреть дичь И после этого оттуда выпрыгнуть Представленная третья модель, она совмещает в себе и крытый домик, и когтеточку с открытой площадкой Если у вас однокомнатная квартира, то эта модель наиболее приемлемая Поскольку здесь можно и посозерцать, и поточить свой маникюр, и приятно отдохнуть этажом ниже Если есть возможность поставить только один домик для кота, то какой тогда выбрать? Если у вас однокомнатная квартира, и вы стеснены, и финансово тоже, то на этой модели стоит остановиться Она экономична, эргономична, и имеет достаточно приятный внешний вид Как и к любому дому, котенку, наверное, нужно будет к своему новому домику привыкнуть Как ему в этом помочь? Вы должны понаблюдать до того, как купили домик, где любит ваш любимец отдыхать На каком месте вы его чаще всего застаете? Если же у вас животное очень активное, и вы его застаете по всей квартире, то выбирайте место, которое, в принципе, свободно у вас в интерьере И не находится на сквозняках, на проходе, не на активном солнцепёке То есть это должно быть такое укромное местечко, туда вы размещаете его домик Потом возле этого места с ним проводите игры Рекомендовано вот чуть-чуть поиграться, чтобы в момент игры он волей-неволей, но начнет уже обследовать новшество, которое появилось в квартире А может, когда устанет, и решит там сдремнуть Если вот это чудо уже произошло, и животное решило отдохнуть в новых апартаментах Это первый знак тому, что он привыкнет к своему домику И мне кажется, у нас на глазах произошло это чудо, и наш дружочек расположился вот на этом домике Да, на этой смотровой площадке, вот здесь всё хорошо видно Кошачьи очень любят находиться выше, это им даёт превосходство перед нами людьми Ну а когда он уже отдохнёт и освоится, я думаю, он освоит и пентхаус ниже Очень важная часть вот это когтеточка Как приучить кота точить когти в правильном месте, чтобы он же не портил нам мебель Правильного приучения тут одного для всех, к сожалению, не существует Надо периодически вашего любимца подносить когтеточки Нажимать ему на мякиши, чтобы он выпускал коготки И пытаться этим коготком поцарапать когтеточку Он поцарапав раз, почувствует, что это достаточно приятное ощущение И у него, возможно, эти приятные ощущения в дальнейшем будут вызывать необходимость подходить к этому месту И испытывать это удовольствие Но по практике кошачьи любят точить когти всё-таки не только на когтеточке К сожалению, у кого это так? Да, многие столкнулись с этой проблемой, и что же тогда делать? Для этого существуют специальные спреи, в состав которых входит и валериана, и кошачья мята Которая делает более приятным процесс течения когтей И в тех местах, где вы увидели, что ему очень нравится, допустим, уголок вашего дивана Гораздо проще купить угловую когтеточку и примастить её на угол вашего дивана Чем объяснить ему, что стоит это делать в другом месте Залог хорошей дрессуры кота Поймите, к чему он предрасположен И используйте это себе во благо А если вот этот спреи, о котором ты говорила, с приятным кошачьим запахом Использовать для того, чтобы приучить котёнка к тому домику, который у меня уже есть Это сработает? Чаще всего процентов 80 животных восприимчивы к аромату кошачьей мяты И он настолько для них привлекателен, что да, пока этот запах интенсивный Они активно исследуют это место, возможно, и останутся отдохнуть возле этого места Но 20% существует таких, на которых этот аромат, увы, но не оказывает такого воздействия Он понюхал, понял и ушёл себе в своём направлении, куда и шёл Для тех животных очень важна правильная геометрия То есть место, где вы надумали разместить ваш домик Если он будет находиться в месте, где ваше животное привыкло отдыхать То волей-неволей он и облюбует лежачок, который вы ему преподнесли Главное изучить привычки кота и понять, что ему на самом деле нравится А потом подстроиться, и всё будет хорошо Во сколько нам обойдётся такое удовольствие для нашего котёнка, ну и для нас? Домики простенькие можно приобрести приблизительно за 80 гривен А дальше совершенству нет предела Цена может быть и за 200 гривен, как данная модель, и за 150, как вы видите, с крышкой И приблизительно за 300, достаточно экономичный вариант, очень удобно На что стоит обратить внимание, когда мы покупаем кошачий домик? Кошачий домик должен быть, во-первых, практичный, во-вторых, эстетичный, а в-третьих, экологичный Для вашего питомца он должен быть безопасный В его разработке должны использоваться натуральные материалы Желательно, чтобы домики были отбиты без использования фанеры или ДСП Также стоит выбирать домик с учётом того, чтобы он у вас в квартире очень устойчиво стоял Допустим, если вы захотите вот эту конструкцию поставить на стульчик, то она уже не подойдёт Потому что малыш может захотеть с разбегу туда влететь И может ваш домик сорвать со стульчика, упасть и травмироваться Надо обращать внимание на стойкое положение домика Данную модель без ножки Лучше располагать на полу, либо на поверхности, на которой он будет плотно закреплён Также следует обращать внимание на то, хотите ли вы, чтобы была кахтеточка Или всё-таки вы её будете покупать отдельно и этим расположите на диване Тут сугубо дело вкуса, материальные возможности, ну и, конечно, предпочтение вашего четвероногого друга И безопасность, насколько я поняла, это тоже очень важный аспект Это, конечно, очень важно, поскольку если использованы ткани, которые, ну, линяют при стирке Либо имеют изначально неприятный резкий запах Не в жизни ваш любимец не останется там спать Также некоторые, допустим, не любят сугубо хлопчатобумажную ткань А больше предпочитают всё-таки велюр или искусственный мех или ковролиновое покрытие Поэтому перед тем, как покупать, важно снова-таки, вы правильно сказали, понаблюдать Если вы хорошо и грамотно изучили нравы и интересы вашего любимца То вы сможете ему подобрать по его вкусовой гамме тот домик, в котором он будет жить Отлично И ещё немаловажный вопрос – уход за кошачьим домиком Потому что животное там находясь, оставляет шерсть, может быть, какие-то следы загрязнений Как нужно следить за вот этим местом, где он будет много времени проводить? Значит, если это место возможно для стирки, то, конечно, лучше стирать Хорошо выполаскивать На сегодняшний день уже существуют порошки для животных Если же у вас моделька, которую постирать не удастся, так? То её рекомендовано несколько раз в неделю сначала пылесосить А потом влажной тряпочкой удалить избыток шерсти, который прилип к меху И если это делать регулярно, то домик будет долгое время оставаться чистым и красивым Спасибо, Олеся Ну, вы видели, что котёнок, который живёт у меня, выбрал из всех этих домиков Вот этот самый красивый и, по-моему, самый дорогой Ну что же, придётся мне согласиться с его выбором, потому что я поняла, что с котом лучше не спорить, да? Абсолютно правильно Мы с вами теперь точно знаем, какие правила нужно соблюдать при выборе домика для кота В таком случае ему будет удобно, а хозяин будет просто счастлив И всё будет доброе Ко мне вчера подошла моя маленькая племянница и сказала мне, что кудри нынче в тренде Согласитесь, как приятно услышать свой адрес это новомодное слово А кудри-то бывают разных видов Буквально всё об этом знает наш постоянный эксперт, мой друг, стилист Рома Медный Привет Рома, привет! Сегодня будем делать кудри Да Ну, мы же хотим увидеть наглядный результат, это для нас очень важно Поэтому я пригласила в помощницу очаровательную Наталью Наташ, ну что, ты готова стать не просто красоткой, а кудрявой красоткой? Конечно, готова Рома, действуй Да Следует сказать, что кудрик кудрям рознь Есть разный завиток, разный диаметр завитка, разная динамика завитка Потому что есть завитки, которые у основания чуть более крупные, чем кончиком идут И эти все эффекты достигаются при помощи разного вида плойек А скажи, пожалуйста, все кудри всех видов модны в этом сезоне или какие-то особенные? Нет, всегда есть какие-то определенные тенденции И с этим разберемся Да, и самая модная плойка сезона, это вот такая коническая плойка Видите, у основания она немножко более толстая, чем кончику Девчонки, у кого есть такая модная плойка дома? О, у нас тут модницы собрались! Отлично! Причем, видите, что в отличие от других плойек, у нее нет зажима, который фиксирует волосы Как же работать с этой плойкой? Каким волосам она подойдет? Она хорошо подойдет волосам средней длины, либо длинным, как у Наташи Потому что крутить волосы на эту плойку нужно при помощи рук Мы берем прядь, сейчас я возьму расчесочку Ты обещаешь, что Наташа не пострадает от этой новой модной плойки? Конечно, не пострадает Но если вы крутитесь на плойку в первый раз, заготовьте крем от ожогов для ушей Между прочим, это очень важный совет, берегите себя, пожалуйста Мы выделяем прядь, причем выделяем ее вертикально То есть не горизонтально, а вертикально Для того, чтобы работать с этой плойкой, любая термическая укладка делается всегда на хорошо увлажненные чистые волосы Не рекомендуется делать укладку на мокрые волосы Потому что вода, которая находится в мокрых волосах, она закипает и разрывает их изнутри Это очень сильно повреждает волосы Взрыв в волосах? Да Рома, с тобой страшно сегодня? Поэтому волосы должны быть высушены, причем желательно высушены естественным путем То есть они сами по себе должны высохнуть Вымыли голову с кондиционером, дали волосам высохнуть, затем прочесали Взяли прядь, нанесли небольшое количество лака На всю длину, да? На всю длину, с большого расстояния, не меньше, чем с 15 сантиметров, чтобы лак на волосы попадал уже практически высушенным Затем прочесываем Снова расчесываем? Да, зачем мы это делаем? Чтобы сухой лак распределился по волосам Когда будет действовать температура, лак расплавится и даст нужный блеск Локон будет намного более блестящий, чем до этого Я не знала, что в локонах столько секретов, а это только начало Да, есть несколько техник Техника первая Берем, прикладываем к основанию, можно крутить снизу вверх Осторожно И укладываем прядь на эту коническую плойку То есть на коротких волосах действительно так и не сделаешь? Да Подкручиваем немножко И сколько нужно держать? В зависимости от размера локона, в зависимости от крепости волос Здесь у нас прямые, очень здоровые, хорошие волосы, поэтому держать нужно долго И я пальцем контролирую, вот когда я еще могу прикасаться, значит еще недостаточно Когда волосы прогреты настолько, что я не могу прикоснуться, значит уже можно отпускать Но сейчас уже температура близкая, критическая У меня, конечно, сразу вопрос, это очень вредно для волос? Любая термическая укладка вредна для волос Поэтому сколько раз мы можем себе позволить такое удовольствие, как часто? Главное, после того, как вы делали локоны, обязательно нужно применить маску, когда вы будете мыть в следующий раз голову Потому что мы хотим быть и красивыми, и здоровыми, это очень важно Да, и посмотрите, какой локон у нас получился У нас получился локон, у основания чуть более мелкий завиток, к концам чуть более крупный И когда мы крутим волосы плойкой, даем потом волосам остыть Мы не начинаем их прочесывать сразу, потому что если теплые волосы распрямить, они потеряют весь этот эффект Мы на несколько секунд оставляем, чтобы он остыл Затем мы прочесываем все это при помощи крупной расчески, которая выглядит вот так А вам нравится такой вид локона? Ну, хочется увидеть еще что-нибудь Затем это мы крутили снизу вверх Можем также накрутить сверху вниз, при этом проворачивая плойку таким образом, чтобы у нас локон был более крупный у основания Мы дома это сможем сделать? Конечно! Самое сложное, это научиться вот так вот проворачивать плойку в руке Снова держим до критической температуры Этот локон, так как мы приподнимаем просто объем, мы держим чуть-чуть меньше Отпускаем, и видите, он выглядит совершенно иначе по сравнению Слушайте, одной и той же плойкой буквально в течение 30 секунд два разных локона Отлично! И эффект будет какой? Здесь у нас будет сильный объем у корней и практически прямые кончики Этот у нас будет более элегантный, более ретро локон с практически прямым основанием и завивающимися кончиками Другая трендовая в этом сезоне плойка, это вот такая толстая плойка диаметром 48 мм, но плойки бывают диаметром до 60 мм Но это похоже на ту, которую мы все время пользовались, да? Вот традиционную? Да, у нее есть щипчик, которым можно прихватывать волосы И техника использования такая же, как и у нашей привычной плойки Мы по-прежнему берем вертикально, выделяем локон И все время, по всей голове мы все время локоны делаем вертикально, да? Это тенденция этого сезона О! В этом сезоне, девочки, только вертикально, вы запомнили? Снова лаком для того, чтобы расплавившись он добавил нам блеску Прочесываем лак Вы уже видите, что фактора волоса меняется, он становится более послушным и на ощупь чуть более жестким В любом случае должна быть жесткость для того, чтобы локон держался Затем мы по привычной схеме накручиваем Если у вас длинные волосы, вы можете пойти на хитрость Вы можете нижние волосы не накручивать, накрутить только верхние пряди При этом вы берете максимально тонкие пряди И вот этот объем, который появится сверху, он нижние гладкие волосы закроет Но на все случаи жизни у него есть свои тонкости Ром, молодец, ты просто гений наш! Причем при помощи вот этой плойки очень легко сделать укладку, как и у Мерлин Монро Если у вас волосы средней длины Просто поднимаете шапку волос, то, что находится в теменной зоне Закалываете все остальное При помощи техники начеса, то есть расчесываясь в обратном направлении Вы набиваете объем, сообщая вот эту трапециевидную форму прически И затем вот этой крупной плойкой, несколько верхних локонов Вы завиваете и красиво укладываете на свою прическу При этом нужно всегда учитывать, что когда вы делаете локоны Длина уменьшается, они подскакивают Поэтому уделяйте внимание волосам, которые находятся на теменной зоне и на висках Если вы их плохо проработаете, они будут длинными выглядывать из вот этой пышной прически А чтобы это сделать, нужно больше здесь плойкой подержать? Да, дольше подержать, чтобы они были более упругими Либо булавочкой просто подколоть здесь, невидимкой Кстати, у Ромы всегда столько интересной информации, что я бы рекомендовала все это конспектировать И последняя интересная техника, которая появилась совсем недавно Как и многие интересные изобретения, она была сделана совершенно случайно И исключительно в угоду практике Это накручивание при помощи щипцов Обычно щипцы используются для выпрямления волос А у кого-то не было плойки? Да И нам опять повезло Да, то есть вот так выглядят обычные щипцы для выпрямления волос Обалдеть! Ну я бы никогда не догадалась, что так можно Сейчас я покажу Опять же мы выпрямили локон Наносим небольшое количество лака С большого расстояния Не наносите лак близко, иначе возникнет некрасивая корка И вы потом все это прочесать не сможете И когда будете прочесывать, появится белая перхоть Не меньше 15 сантиметров, правильно? Да, затем мы защипываем волос Прокручиваем щипцы Перебрасываем локон Протягиваем его, причем протягиваем медленно, но при этом плавно И если вы будете останавливаться, будут возникать заломы И ровного локона не получится Затем вы подхватываете, и получается вот такая ретро-волна Как у звезд Голливуда 40-х годов Это гениально! Да, теперь мы берем крупную щетку И локоны, которые у нас уже остыли до этого Мы прочесываем, и у нас получается ровная блестящая волна Если мы сравним локон с волосами, которые не были обработаны Вы видите, что блеска намного больше За счет того, что мы добавили немного лаку Наташ, тебе же, наверное, хочется посмотреть Ну, конечно! Ну, давай! Вот у нас не обработанный локон, вот у нас обработанный Вы видите, намного больше блеска, интересная фактура И цвет волос интереснее раскрывается Наташ, ну ты видишь разницу между разными видами локонов? Конечно, вижу Вот раз, вот два, вот три, и вот четвертую И какой вид локонов ты выбираешь? Но мне все-таки больше нравятся последние Голливудские Голливудские! Наташе нравятся голливудские локоны И нам тоже А это значит, что мы можем попросить Рому Сделать тебя полностью в голливудских локонах Ну, мне нужно пару минут для этого А ты хочешь этого, Наташ? Конечно! Оставайтесь с нами, и через несколько минут вы узнаете Как великолепно будет выглядеть Наташа в голливудских локонах Несколько минут ожидания И просто сейчас мы сможем увидеть, как выглядят модные в этом сезоне голливудские локоны Которые сделал наш эксперт Рома Медный Получилось, Ром? Перед нами Наташа Это еще заготовка прически То есть мы просто накрутили волосы, как я показывал в начале сюжета Теперь, после того, как мы их накрутили, мы берем крупную расческу И проходим по волосам, объединяя их в одну сплошную волну Видите, до этого они были разделенными кудряшками И на глазах это превращается в копну кудрявых великолепных локонов И они укладываются в одну такую сплошную волну Да Затем мы это немного фиксируем лаком Закрой глазки, пожалуйста Тоже с большого расстояния И вот в таком виде прическа может прожить весь день И плюс еще, если вы аккуратно спите, немного ворочаетесь во сне Перед сном просто забросьте волосы вверх И на следующий день просто освежите расческой Пройдите с лаком Диаметр локонов увеличится Но при этом по-прежнему прическа будет очень эффектна Серьезно? Да Два дня можно ходить с локонами? Отлично Наташенька, спасибо тебе за терпение Ты можешь посмотреть, что получилось Теперь мы сможем сделать очаровательные голливудские локоны самостоятельно Самостоятельно Благодаря нашей сегодняшней встрече Вы, красавицы, теперь точно знаете Как сделать кудри разнообразными Используйте разные плойки Разные способы нанесения кудри И, конечно, не забывайте о том, что красота должна совмещаться со здоровьем Это наша встреча не последняя Оставайтесь у меня в гостях И вы узнаете еще столько интересного АПЛОДИСМЕНТЫ Летом во время пикников и на даче Мы часто пользуемся одноразовой посудой А для чего еще ее можно использовать? Сегодня у меня в гостях Тарас Шпира Который утверждает, что из обычных пластиковых ложек Можно сделать необычный элемент интерьера АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Тарас Я Зачем ты насобирал столько ложек? На самом деле не насобирал, а приобрел И хочу предложить тебе интересный вариант Оформление люстры Например, для дачи АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, с чего начинается создание интересной люстры? Пластиковая баклажка Опять же, пластиковая ложка, о которой ты говорила Вот такой вот клеевой пистолет Который действует при нагревании И определенные элементы питания Ты хочешь сказать, что из вот этой вот пустой бутылки пластиковой И обычных вот таких ложек Мы сейчас сделаем что-то красивое? Очень красивую люстру Люстру? Люстру А дно нам не нужно Это будет как бы низ нашего светильника Поэтому мы его обрезаем вот таким вот ножом Вот, в принципе, и все Это нам не нужно Чем больше будет баклажка, тем лучше Размер баклажки вы подбираете в соответствии с размером люстры Которую вы в результате хотите получить Хорошо Баклажечка может быть меньше Можно сделать короче Вот обрезать ее вот таким образом Но в нашем случае мы сохраняем вот такую форму После этого берем ложечку И с помощью или вот такого вот ножа Или плоскогубцев Или ножниц Мне кажется, ножницы проще всего найти в доме Мы ножницами отрезаем черенок То есть ты хочешь сказать, что мы, женщины, сможем это сделать? Это смогут сделать все И женщины, и дети, и мужчины Есть И откладываем Можно попробовать? Конечно, пробуем Прекрасно, смотри Дабы не тратить на это время Я приготовил много таких заготовок Приступаем к самому интересному То есть нам нужно для нашей дизайнерской люстры Только вот основание ложки Всего-навсего Есть Черенок мы отрезали Итак, здесь вступает в работу наш клеевой пистолет Немножечко наносим на ложку И вот таким вот образом Так, чтобы немного закрывал Те неаккуратности, которые у нас остались после обрезания этой баклажки Немного прикрываем и придерживаем До момента, пока почувствуем, что Клей не застыл Начинать нужно снизу, да? Обязательно Все логично, потому что каждый последующий слой Прикрывает все неаккуратности, которые у нас остаются Будем приклеивать аж до горлышка бутылки Один слой накладывается на другой А на самом деле, иногда после большого пикника Остается столько пластиковых ложек И думаешь, куда их девать? Оказывается, из них можно люстру сделать И природу не будем засорять, соответственно И красоту создадим Я хочу сама попробовать приклеить Давай, пожалуйста Можно, наверное, и цветные ложки использовать Я видела такие в продаже На самом деле, с цветными ложками Более того, прозрачными ложками Получается вообще очень красиво Вот по такому принципу Мы приклеиваем ложечки слой за слоем В принципе, суть ясна Покажу тебе такой промежуточный результат Давай Готова? Да О, какая шишка классная получила Скажи Класс Спасибо, друзья Обрати внимание, что отдельно с ложечек Да, уже используя не такие вот ложки А подрезая их и еще больше Да, мы делаем как ободочек Это для того, чтобы закрепить в результате И скрыть горлышко бутылки, которое абсолютно выглядит неэстетично Берем патрон Тут уже, как говорится, нужно обратиться к мужчине, понимающему, что он делает Берем патрон, разбираем его В данном случае я вырезал отверстие в крышке для бутылки Мы его крепим Немного накручиваем Так, он хорошо накрутится Да, в этом, в принципе, ничего не сложного Абсолютно Один раз посмотришь и научишься Так, потом полностью собираем патрон И, внимание, мы используем исключительно энергосберегающую лампу Потому что люстра пластиковая Если мы будем использовать обыкновенную лампу накаливания Она расплавится Ну, конечно, и может быть пожар Вкручиваем лампу Да Так Крепим Хочу увидеть, как она будет гореть Крепить сейчас не будем Но, по сути, два мазка клея и будет хорошо держаться То есть вот этот ободок мы тоже сюда прикрепим Обязательно, обязательно И, внимание, получаем Вы готовы увидеть результат? Красоту Люстра Зажгись Оп Дешево и красиво Так что рекомендуем А сколько вот эта люстра стоит? Ну, если учесть стоимость ложек, лампочки Я думаю, суммарно гривен 30, не более того Тарас, а можно покрасить люстру для того, чтобы она ярче заиграла разными красками? На самом деле, я бы этого не делал Лучше приобрести там синее, красные, зеленые ложки И в итоге получить тот цвет, который нам необходим Если мы покрасим ее, то лампа будет слишком тусклая и свечение от нее будет слишком слабым Надя, обрати внимание, синяя баклажка, белые ложки и такой легкий, даже я сказал бы, неземной свет Классно, это действительно получилось очень красиво, а главное, из доступных простых материалов К тому же, эта люстра может не только висеть, но и стоять То есть превращается в настольную лампу? Да Спасибо тебе огромное Для того, чтобы создать оригинальную пластиковую люстру, нам понадобится обыкновенная пластиковая баклажка Дно, которое мы вырезаем Нам понадобятся вот такие вот, опять же, пластиковые ложки И обычный клеевой пистолет Итак, первое, вырезаем дно баклажки, потом с помощью ножниц или вот такого вот ножика Отрезаем черенок нашей ложки и с помощью клеевого пистолета начинаем приклеивать ложку Клеим от основания бутылки, для того, чтобы каждый последующий слой перекрывал все неровности и неаккуратности, которые у нас остаются Ложки прилегают плотно к друг другу и по форме это напоминает чешую Потом нам необходимо использовать обыкновенный патрон, внимание, только энергосберегающую лампу В крышке для бутылки делаем отверстие под резьбу, хорошо надежно закрепляем И вуаля, мы получаем красивый оригинальный светильник А главное, абсолютно недорого Сегодня мы нашли необычное применение обычным пластиковым ложкам Попробуйте и вы, и в вашем доме появится настоящая дизайнерская люстра И все будет добре В последнее время я стала замечать, что женщины стали гораздо инициативнее, чем мужчины Мы можем первыми познакомиться, пригласить в кино, сделать шаг к серьезным отношениям Но правильно это или нет? В этом разобраться нам поможет наш постоянный эксперт по отношениям Надежда Воронцова Надежда, здравствуй Здравствуй Спасибо, что пришла Ну мы видели неоднократно, что тебе приходится ради нас, женщин, вступать в отношения, которые, может быть, тебе и не сильно нужны Ты же учишь наших зрительниц охотиться на мужа И тебе приходится знакомиться первой Ты и в жизни знакомишься первой с мужчинами? В жизни, на самом деле, не так часто Просто, когда я выхожу на охоту, я заинтересована в положительном результате В том, чтобы познакомиться с мужчиной и в конечном итоге обменяться с ним контактами Поэтому мне приходится проявлять инициативу Но я советую проявлять инициативу как-то завуалированно То есть, чтобы мужчина не понял, что инициатором этого знакомства являетесь вы Помнишь, Надюш, когда я была в супермаркете, я рассыпала апельсины Когда была в кафе, я попросила мужчину помочь мне найти телефон в огромной сумке То есть, я делаю так, что это знакомство происходит в силу сложившихся обстоятельств Но я не советую подойти к мужчине с вопросом, а можно с вами познакомиться Ну, если это делает мужчина, это еще как-то терпимо, хотя и очень без фантазии Но если это делает женщина, это вообще смешно Проявляйте инициативу, но делайте это скрытно, чтобы мужчина думал, что инициативу проявляет на самом деле он, а не вы Со знакомством понятно, а вот приглашать на свидание мужчину тебе доводилось? Нет, я считаю, что это вообще не женское дело Но в моей жизни был случай, когда я очень по-хитрому поступила И мужчина вынужден был меня сам пригласить на свидание Я была на свадьбу у своей подруги, познакомилась с мужчиной Мы с ним общались целый вечер, я узнала, что он юрист И я была уверена, что на следующий же день он мне позвонит и предложит встретиться Но я не дождалась этого звонка, и я решила проявить инициативу Но нашла очень веский повод Я ему позвонила и сказала, ты знаешь, я сейчас пишу статью о гражданских браках И мне нужен комментарий юриста, ты не мог бы мне дать этот комментарий? Ну, конечно, он меня пригласил на свидание И в тот вечер мы говорили о чем угодно, только не о юридическом аспекте гражданских браков Поэтому мой совет, если вы хотите с этим мужчиной встретиться То больше узнавайте информации о мужчине во время первой встречи Потом вам это очень может пригодиться в случае, если вы захотите мужчину пригласить на свидание Точнее, сделать так, чтобы он вас пригласил на свидание С приглашением на свидание разобрались Большинство женщин считает, конечно, что инициативу здесь проявляет мужчина Помнишь, мы как-то разговаривали с Гришей Решетником, ты и я О первом свидании как раз Что делать, где назначать, а вот вопрос инициативы как-то не обсудили Как ты считаешь, во время первого свидания стоит ли женщине проявлять инициативу? Ну, в идеальном варианте, конечно, если мужчина проявляет инициативу, то это здорово Но если вы замечаете, что мужчина нервничает, волнуется, то помогите ему Подбрасывайте темы для разговоров, шутите Но я не советую в конце ему задавать вопрос А когда у нас будет следующее свидание? А ты мне еще позвонишь? То есть надо мужчине дать понять ненавязчиво Что вы не против с ним еще раз встретиться Но не задавать вопрос в лоб, а когда мы в следующий раз увидимся Ну, то есть таким образом ты и ответил на вопрос Стоит ли проявлять инициативу в продолжении отношений? Да, и я вообще считаю, что на первых этапах отношений инициативу не следует проявлять слишком активно Потому что мужчина сразу расслабится, поймет, что он встречается с очень инициативной женщиной Поэтому можно расслабиться и получать удовольствие Надо проявлять инициативу только со временем, когда ваши отношения уже становятся более крепкими Давайте посмотрим, как смешно выглядит женская навязчивость Я действительно разревелась, даже сказала, что люблю его Это на какой день? Пятый Второй Это правда, я дала выход чувствам Смелая девчонка, да? Ну, что ты скажешь? Ну, я вообще считаю, что следует все-таки дождаться, когда мужчина признается в любви Хотя, если женщина очень влюбилась, то не стоит молчать о своих чувствах Вот я, например, когда-то призналась первой в любви Но, правда, это было в детском садике Сейчас я слишком серьезно отношусь к слову «люблю» Давай посмотрим следующий фрагмент АПЛОДИСМЕНТЫ Это уже больше похоже не на инициативу, а на какую-то наглость, мне кажется Несексуальное недомогательство Тем более, если учесть, что у них начальная стадия отношений, то такого делать совсем не стоит Мужчина может не понять Но, если вы с мужчиной уже давно вместе, то сделать ему такой сюрприз, я думаю, неплохо Он оценит Давай посмотрим еще один фрагмент Бедный мужчина Я думаю, что многие женщины думают, что если они принесут в ванную комнату мужчины средства по уходу за собой и заставят им всю ванную, то мужчина будет думать, боже, как мне повезло, с какой ухоженной женщиной я встречаюсь. На самом деле, мужчина в этот момент ее начинает тихо ненавидеть. Он думает, все, она оккупировала мою ванную комнату, потом оккупирует кухню, а потом просто меня поработит. Стоит внедряться в жизнь мужчины постепенно, потихонечку. Со временем вы перетащите все в его квартиру, но не спешите. И еще один пример. Я на работе совместила наши снимки на компьютере. Посмотреть, какими будут наши дети. Наш семейный Альфо. Наши дети просто прелесть. Я думаю, что это пример того, как не следует себя вести в отношениях ни в коем случае. Поэтому, женщины, смотрите, делайте выводы и ни в коем случае не повторяйте ошибок нашей героини. И последнее. Даже если вам очень хочется замуж за мужчину вашей мечты, не делайте ему предложения первыми. Одна из моих любимых актрис Джулия Робертс это делала, но она это делала по сценарию. Давайте посмотрим, как это смешно выглядело. Я люблю тебя. Выбери меня. Женись на мне. Ты возьмешь меня в жены. Но здесь, конечно, девушке не позавидуешь, потому что в итоге все это заканчивается обычно плачевно. Ну, конечно. Я не против того, чтобы женщины проявляли инициативу, но это надо делать очень завуалированно. Вот я, например, могу проявлять инициативу. Я без проблем могу попросить у мужчины прощения, когда я не права. Также, если женщина решила сделать сюрприз мужчине, то она, соответственно, сама выбирает место, куда пойти. Но, опять же, такие вещи нужно делать не на начальной стадии отношений. Когда вы уже долго с мужчиной вместе, то инициатива, она очень даже приветствуется. А начальная стадия отношений плюс инициатива, это очень расслабляет мужчин. Не забывайте, что женщина все-таки должна быть ведомой в отношениях. Любви вам и инициативных мужчин. Спасибо, Наденька. Надеюсь, вы все запомнили, и теперь каждый из нас сможет выбрать правильную тактику в отношениях. Главное, помните. Все будет добре. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А еще, как нас обманывают в супермаркете? Расскажите, Валерий Стрельчик. На полочке смотрим не перед носом, а выше и ниже. Там всегда дешевле. Уже завтра только в шоу «Все будет добре» на СТБ. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok